здравствуйте дорогие мои друзья сегодня у нас будет выживание под windows vista но не простое выживание а под windows vista самого первого выпуска то есть sp0 итак началась инсталляция нашел еле-еле образ на пуржуйском языке ну это будет еще веселее если честно понятия не имею что мы здесь увидим это тот самый релиз который был очень глючный кстати я с ним сталкивался ну в году наверно 2008 у меня на руках был диск я установил и там на самом деле баг был на баге потом уже через определенное время я установил себе сервис пак 1 и проблем уже особых каких-то не наблюдал ну на данный период последняя vista это сервис пак 2 довольно стабильный продукт и многие люди говорят что если бы vista была такой же стабильный 2007 году на момент релиза наверное windows 7 бы даже бы и не появилась ну что ж инсталляторы вы все видели вернемся к записи когда уже запустится готовая установлена операционная система установили нашу красавицу первым делом мы устанавливаем виртуальные драйвера чтобы было аэро и нормальная человеческая производительность заходим в пуск панель управления система и что мы наблюдаем мы наблюдаем то что здесь без вранья windows vista домашняя расширенная 2006 года до сервис пака 1 то есть самый первый дремучий релиз теперь для того чтобы включить аэро нужно нажать вот сюда то есть обновить показатели производительности нажимаем и ждем странно аэро включилась а оценка все равно 10 они этот амини глюк оценка 48 просто здесь она у нас не успела обновиться ну дальше начинаем выживать у нас чистая система нам нужно скачать нормальный браузер тут нас встречает не постесняюсь матекнуться ебучий седьмой интернет-эксплорер он и в 2006 году был ужасным браузером можете себе представить какая у него работа в 2018 давайте выберем любой браузер который мы сможем принципе сюда установить я надеюсь что мы сможем сюда установить ей ср-52 mozilla firefox нажимаем скачать firefox это зараза сразу же начинает ругаться мы говорим пускай на сайт пустил нас на сайт нажимаем скачать снова ругается да понимаете в чем проблема дело в том что esr-52 возможно сам по себе запускается на вести но он будет запускаться на вести как минимум сервис пак 1 или 2 а тут сервис пак 0 поэтому вам никто ничего не не вообще не гарантирует а еще данный браузер не все сайты открывает а те что открывает открывает очень плохо и я не нашел 52 esr я нашел просто 45 версию и сейчас я ее скачаю блин для меня это уже будет подарок судьбы но ни хрена не скачивается еще один сайт и найти в чем лол если вы собрали программное обеспечение для старых операционных систем тогда почему вы не сделаете так чтобы ваш сайт мог нормально работать например в старых браузерах поиск браузер это самая утомительная вообще штука что тут есть посмотрите как прекрасно все это дело отображается в ушеке 7 вы знаете я уже буду рад любой браузер скачать то что вы видите это хорошая иллюстрация которая доказывает что обязательно нужно обновлять операционную систему иначе она превратится что-то типа такого последняя надежда скачать к миллион так как сайт довольно старый и вроде бы нормально даже отображается так скачиваем инсталлятор о ее народ даже говно сайт не работает даже он так я вспомнил что есть ftp у фаерфокса это должно помочь теперь вы знаете что все вот эти old apps вообще не работают на старых браузерах то есть они вообще никак вам не помогут нашли esr 52 и 9 жмем так вин 32 пробуем скачивать нажимаем сюда так ран боже боже мой неужели это свершилось запускаем начинается у нас установка как вариант может 52 еще и срка не подойти придется немножко постарше искать по крайней мере у нас есть фти пешка устанавливаем запускаем ну давай дорогой давай запустись и он заработал последние ей серка заработала в этой древней пещерной операционной системе отличие между sp2 и sp0 просто кардинальное вы видите что даже тот браузер который здесь по умолчанию он вообще с интернетом никак не взаимодействует мы убили кучу времени тупо в поисках браузера актуальный браузер теперь дает нам возможность посещать нормально веб-сайт и начнем мы с видео плеер я установлю ненавистный всем vlc правда я не уверен что последняя версия 3 если не ошибаюсь без проблем заработает под windows vista скачалась дорогуша нажимаем установить и ждем чудо так я сказал установиться бывает не запускается и нужно нажать вот эту кнопочку вот здесь после этого в принципе будет работать если 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 next install запустись вуаля и он заработал то есть vlc совершенно по барабану какая у вас версия висты теперь можно смотреть современные фильмы клипы следующий этап офис попробуем свежий либо рофис нажимаем download скачали запускаем и ждем так и тут наверно тоже нам нужно сделать такую хернюшку устанавливаем и тут инсталлятор говорит чувачок минимум windows 7 sp1 так что нюх нюй носки и в конце инсталлятор нас троллит кнопочкой финиш благо есть возможность скачать более старые версии например была такая версия 3.6.5 читать документы хватит теперь слушать музыку мы будем через аимп скачал бы вина получил бы кучу дизов поэтому качаю аимп за это мне поставить лайки запускаем аимп так что тут у нас разрешаем ждем ok next 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 install ну и работает последняя версия без проблем теперь что-нибудь чтобы можно было обрабатывать фото ну конечно гимп выбираем гимп слушайте а какую версию нам выбрать наверняка последняя версия 2.10 уже не дружит с windows vista давайте мы скачаем версию 2.6 очень удачный был релиз многие до сих пор на нем остаются боже что за скорость качества точнее скачивание прям как в 2006 году так и тут спасает ftp берем версию 2.6 и качаем пофиг любую теперь нужно запустить и установить то же самое если бар офис заходим на ftp находим нам версию постарше желательно как раз гимп установился посмотрим будет он работать или не будет и так гимп работает он еще здесь не поддерживает одноконный режим да и хрен с ним программа вполне себе рабочие полным полно видео уроков короче годнота решил я попробовать все-таки скачать либо рофис 5 версии вроде бы он даже должен заработать вам он работает это даже не очень старый офис вполне нормально запустился версия 5 4 7 2 2017 года ну давайте установим программу для того чтобы обрабатывать видео лучший вариант видеопад я имею ввиду любительский качиваем кстати плюс данной программы заключается в том что она у нас относительно бесплатная есть про версия с огромным количеством функций а есть обычная где конечно функции меньше но смонтировать ролик вставить переходы кое-какие эффекты добавить резкости все это в принципе вполне возможно запустили инсталляции версия 6 и 23 блин кстати 6 версия мне не очень сильно нравится но она болен заработала вполне себе заработал теперь товарищи нам нужен архиватор видеопад мы закроем и тут я думаю колдовать особо не надо качаем просто 7 zip и все 32 битную версию сохраняем жмем сюда инсталлируем в принципе все следующий этап это антивирус я всегда предлагаю устанавливать бесплатный антивирус вин клан или клан вин жмем download скачиваем версию 0.99 4 сохраняем в чем плюс такого продукта плюс в том что здесь нет никакой рекламы нет версии про для богатых и не про для бедных тут не надо платить деньги за дополнительные функции но если у вас есть купленный антивирус тогда можете установить его также нужно скачать клан синтейл это такой сканер который будет все время проверять систему тем временем клан вин скачивает антивирусные базы устанавливаем сканер точнее мы его для начала скачаем они все-таки уже устанавливаем так быстро он скачался кстати он есть и на русском языке и у нас здесь в трее появится вот такой вот щит интересно сейчас секунду вот видите с мечом кстати такой же самый значок был windows 95 98 ну что ж теперь у нас есть современный антивирус если вы хотите подключиться к теперь скачайте файл зилу мне кажется последняя версия должна здесь работать так стоп это для линукса скачивать не то скачиваем для windows не хочет скачиваться почему-то постоянно какие-то ошибки в чем дело в чем блин дело или скачала могу понять она то скачалась но она говорит чувак установи семерку и не долги мозг но тут-то в принципе и написано что минимум windows 7 остается скачать более старую версию годика это 2008 нажимаем и пытаемся скачать скачали далее запускаем кстати наш клан вин или вин кухам ругается на что-то и уже кое-что отправляет в карантин хрен его знает мы с вроде бы все нормально скачали ничего лишнего не скачивали источники все более менее нормальные запустилась файл зила пусть древние но рабочие смотрите офис у нас есть видеоредактор есть фото редактор есть видеоплеер есть аудиоплеер есть браузер у нас есть ftp клиент есть потом антивирус у нас есть про офис я уже говорил давайте-ка мы еще прокачаем браузер давайте мы установим сюда отблок отблок вроде бы установился ага нормально теперь защитник от крипто трочеров ноу-коин нефиг кормить паразитов инсталлируем так все нормально ну судя потому что если данный компьютер тянет висту то блокировщик gif можно не устанавливать если честно уже не знаю что сюда и устанавливать установили практически все то что нужно уже выдумывать из головы разные задачи это бессмысленно на этом я выживание под windows vista sp0 заканчиваю сразу хочу сказать что оно сложнее чем выживание под sp0 очень вымотал интернет explorer все ну что ж всем пока спасибо за внимание